и успокоились. Ничего хорошего пенсионная система человечеству сейчас не несет. Она подрывает стимулы к труду, к накоплениям, снижает горизонты полноценной жизни человека. Поэтому, соответственно, пенсионная система будет замена добровольными накоплениями и инвестициями в человеческий капитал. Эту речь Назаров произнес в 2014 году. А в году 2019 нам представили, что новую систему гарантированных пенсионных накоплений, сокращенно ГПП. Людям предлагают самостоятельно отчислять на пенсию 6% от зарплаты. Хочешь – копи, не хочешь – не копи. Но потом не обижайся, что придется стоять на паперти с протянутой рукой. Но у Владимира Назарова для вас есть хорошая новость. Бесплатное здравоохранение останется. Пока останется. Если у вас чудесное социалистическое здравоохранение, где все всем гарантировано, на реформы в пенсионной системе можно закрыть глаза, если в 55 лет вас, если что, быстро и качественно прооперируют, то на то, что повысит пенсионный возраст, а потом вообще все это отменят, к чертой матери, вы будете реагировать не так агрессивно, как если бы вы еще и болели при этом. Вот он, Владимир Назаров, разработчик и лоббист пенсионной реформы. Не без его участия правительство повысило пенсионный возраст, отменило индексацию выплат работающим пенсионерам. Ну а дальше больше. Вы слышали, пенсионный возраст отменят к чертовой матери. Но если вы думаете, что Назаров на этом остановится, вы глубоко заблуждаетесь. В НЕФИ готовы еще несколько реформ. Каких? Расскажу 29 ноября на телеканале «Царьград». Программа появится в 17.00 по московскому времени. Не пропустите. Такое понимание о том, что нам, государство, все должно. Нет, вам, государство, вообще, в принципе, ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. То есть, если мы будем идти от исток.